В Красноярске стартует новый футбольный сезон. Первый матч Енисей проведет у себя на стадионе на Центральном уже 9 июля, то есть в понедельник. Наши сыграют с Ярославским Шинником в рамках футбольной национальной лиги. Тренерский штаб обещает показать атакующий футбол. На стадионе почти все готово к первой в сезоне футбольной баталии. По оценкам руководства Енисея, поле находится в хорошем состоянии. Ровный газон действительно радует глаз, по краям даже цветочки успели распуститься. Сегодня журналистам показали новую форму нашей команды. В первой игре с Шинником уже напечатаны афиши. В продажу поступили абонементы на домашние матчи. Главный тренер Енисея Александр Алферов обещает, что в матче с ярославцами наша команда будет искать счастье в атаке. Это первый матч. Естественно, первый матч всегда это волнение. Но так как мы играем дома, конечно, сделаем все возможное, чтобы больше атаковать и постараться выиграть. Задача на сезон 2012-2013 годов для Енисея занять минимум 10 место. Напомню, именно на этой позиции наша команда завершила прошлый игровой цикл. Замахнуться на большее и постараться выйти в высшую лигу футбольное руководство пока не решается. При этом замечая, если команда игрой докажет, что способна быть лидером в лиге, тормозить игроков никто не будет. Мы должны построить команду добротную первого дивизиона. И чтобы именно результаты в таблице итоговой и будущего года, когда закончится этот цикл, соответствовали бы тем вложениям, которые делает край в развитии футбола. Место ниже десятого будет уже считаться неудачным. Финансирование Енисея остается на прошлогоднем уровне. Бюджет клуба около 180 миллионов рублей. В основном средства краевого бюджета. Для выхода в высшую лигу, по оценкам футбольного руководства, Красноярску необходим миллиард. Таких денег у команды нет. Тем не менее, в межсезонье клуб получил рекордный доход от трансферов – 30 миллионов. Половину этих денег принесла продажа прав на голкипера Андрея Синицына в клуб премьер-лиги Краснодар. Сегодня есть некие топ-клубы, богатейшие клубы, в которые вкладываются миллионы долларов. И есть клубы, подобные нашему клубу, который, соответственно, имеет достаточно небольшое бюджетное финансирование, но при этом ведет качественную системную работу. Отмечу, что старт сезона проходит на фоне скандалов, которые поразили высшее футбольное руководство страны. Из-за неудачного выступления сборной на Евро пост руководителя Российского футбольного союза покинул Сергей Фурсенко. Теперь его стратегию развития футбола не критикует, пожалуй, только ленивый. Прошелся по Фурсенко сегодня и министр спорта, Края Сергей Гуров. По его словам, Край практически не чувствовал помощи от РФС. Впрочем, в последнее время слухи упорно отправляют в отставку и самого Гурова. Якобы он пойдет на повышение и получит пост заместителя министра спорта России. Гуров эту информацию сегодня опроверг. Отставить меня может губернатор. Если вы понимаете, что грядет отставка, то задайте ему вопросы. Я не вижу, чтобы была какая-то отставка. Если вопрос задавать мне, то можно задавать вопрос только, не планируете ли вы уволиться Сергея Николаевича с работы. Это все. Поэтому по отставке вопросы к губернатору. Вы не планируете уволиться? Ну вы же видите, я сегодня на пресс-конференции с вами. Вы мне за этот вопрос задаете, вот вы непосредственно мне вопрос задаете уже два месяца. Вы этого хотите? Отмечу, что в этом сезоне команда делает особую ставку на выступления в Кубке России. Напомню, в прошлом году в рамках этого турнира в Красноярске Енисей играл с московским локомотивом, с одним из грандов отечественного футбола. Стадион тогда был заполнен под завязку впервые за многие годы. Также сегодня футбольное руководство заявило, что билеты на домашние матчи Енисея не вырастут в цене по сравнению с прошлым годом. Самые дорогие кресла все так же под козырьком за 300 рублей. А если у вас есть свои новости, звоните лично мне, мой телефон 292-9127. Или пишите на наш сайт afontovo.ru. Виталий Поляков, Сергей Кашин, Афонтово новости. Продолжение следует...